Пять автовышек и 16 кровельщиков от центра ЖКХ ежедневно очищают крыши саровских многоэтажек от снега и наледи. Зима в этом году оставила богатое наследство. Снега на крышах скопилось много. При плюсовой температуре эти плосы могут сползти вниз и обрушиться на тротуары машины и людей. Интернет пестрит записями с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент исхода снега с крыш на прохожих. Чтобы не допустить подобных инцидентов, сотрудники центра ЖКХ очищают крыши по графику и оперативно реагируют на экстренные вызовы. Ежедневно поступают дополнительные заявки от собственников жилья. Также приходят заявки через умный саров из администрации. Соответственно, мы производим корректировку графика и выходим на эти дома в первую очередь. Другая проблема жильцов – глыбы льда на крыше. Потаявший снег замерзает и закупоривает желоба. Рабочие сначала счищают с края крыши снег, а потом разбивают лед, освобождая место, для талой воды. Если в желобах стоит снег, соответственно, вода, когда тает снег на крыше, ей некуда сходить, потому что у нас здесь неорганизованный водосток, находят малейшие какие-то поры, трещины, затекают через снег. В бригаде работают три человека. Кроновщик отвечает за манипуляции с техникой. Другой сотрудник находится в люльке и счищает снег. Еще один следит, чтобы во время уборки снега не пострадали прохожие. На очистку крыши четырехподъездного дома номер 11 по улице Силкина у них ушло около часа. Кроме центра ЖКХ снег с крыш убирают подрядной организации. Сообщить о скопившемся на крыше снеге можно по телефону единой диспетчерской службы 9-33-33. Заявки передают бригаде два раза в день – до 8 утра и после 12 часов. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.